Непредсказуемый, это Тодд Элдридж. А теперь Тодд Элдридж, бронзовый претендент после короткой программы. Встретим место у него и, вы знаете, спортсмен, который способен выступить очень хорошо. Но я вам еще раз хочу напомнить. Четверной тулуп, который исполнил Илья Кулик, это тот барьер, который должен обязательно покориться Элдриджу. Сможет ли он справиться с этим? После таких оценок глаза просто сумасшедшие. Тодд Элдридж Ты только лишь в двойной столу по мандару разминки делал тройной. Очень хорошая скорость у него, скольжение хорошее. Да, есть неуверенность, есть. Как эти оценки Кулика выбили его из седла? Очень красивое вращение. Либелоса сменой ног. Здравия, Стальков. Тройной лодки. Тройной лодки. Тройной лодки. Тройной лодки. Это была попытка отчаяния. Большой мастер, конечно, ничего не скажешь. Чемпион мира 1996 года. Серебряный призер прошлогоднего чемпионата. Участник Олимпийских игр в Олибервилле, где он был десятым. Но его аргументы на этот раз были не основательными. Психологического напряжения, в первую очередь, тот Элдридж не выдержал. И, видимо, может быть, еще до старта он понимал, что в отличие от своих соперников, такого мощного аргумента, как четверной талуб, в его арсенале нет. И это где-то внутренне могло сковывать. Он мог выиграть только если кулик ошибется, или там стойка его не прыгнет, или Ягудин, предположим. Хотя фигурист очень хороший. Мне он импонирует своим скольжением, напором и какой-то удивительной строгостью мужской такой линией. Ошибка на тройном акселе была. Уже устал. И чуть-чуть не хватило высоты для прыжка. Но вы видели его глаза на старте? Ричард Келлиган, его тренер рядом, а хореограф этой программы Игорь Шпильбанд. Тренер американских танцоров, в прошлом экс-чемпион мира среди юниоров по танцам на льду. Когда он выступал за сборную Советского Союза. Высокие оценки, но для чемпионства недостаточные. Пока Тот Элдридж на второй позиции. А сейчас на старт выйдет...